Будущий медик Алина Шепелевич не понаслышке знает о коварности коронавируса. Чтобы защитить себя и своих близких, девушка прививается уже второй раз. Сначала осмотр, жалоб нет, температура в норме, хронические заболевания отсутствуют, значит, ревакцинироваться можно. Я очень боюсь осложнений от COVID-19 и все-таки считаю, что вакцина, она поможет, если держать заболею, перенести COVID более легко. Я учусь в медицинском университете в Гомельском и у нас очень хорошо там просвещают по поводу вакцины от COVID-19. Плюс я читаю какие-то рекомендации ВОЗ, здравоохранение средств здравоохранения и доверилась, так сказать. В седьмой поликлинике на выбор предлагают три препарата. Если прививка первичная, подойдет гам-ковид-вак или вероцел. Для ревакцинации лучший вариант спутник лайт. Универсальное однокомпонентное лекарство защитит как от старых, так и новых штаммов. Доказанная эффективность 80%. Бустер-инъекцию в Бобруйске сделали уже 38 тысяч человек. Если нужно выехать за рубеж, можно приобрести вот такой сертификат. Сюда вносятся контактные данные, сроки проведения вакцинации и количество сделанных доз. Обойдется документ в 4 рубля 88 копеек. Главное взять с собой паспорт. После иммунизации возможны побочные эффекты. Повышение температуры, слабость, сломота в мышцах и суставах, головная боль. Медики уверяют, пугаться не стоит. Это реакция организма. Поможет жаропонижающее. Однако, если высокая температура держится больше двух дней, следует вызвать врача. К слову, на днях Минздрав изменил порядок вакцинации против COVID-19. Теперь можно прививать детей с пяти лет. Запись уже открыта. Как известно, в Европе уже имеет место повышение заболеваемости инфекцией COVID-19. И мы ожидаем в Беларуси в сентябре возможную очередную волну. Поэтому я призываю всех, пока у нас есть время, для того, чтобы иммунитет успел выработать антитела от инфекции, в течение августа привиться. Именно с новым штаммом Ниндзя ученые и медики связывают очередную, уже седьмую волну коронавируса на планете. Распространяется он стремительно и незаметно. Основные симптомы – слабость, мышечная и боль в горле, кашель, повышенная температура, потеря обоняния. Не исключено, что этот подвид станет самым заразным за всю ковидную историю. Подъем заболеваемости сейчас фиксируют практически повсеместно. И в Европе, и в США.